В данном видео я расскажу о уможуткой истории нашего любимого мангаки Дзюнзиита под названием Город надгробий. Да, феномен из нашего рассказа действительно страшный, но откуда он взялся? Может из космоса? Вполне вероятно, мы ведь там не были, вот и не знаем. Ведь чтобы туда попасть, нужно много учиться и стать, ну например, актером или режиссером. И я не шучу, не так давно наши киноделы сняли фильм о космосе, отправив туда съемочную команду и проведя там целых две недели. Это вам не на зеленке шедевр клепать. Фильм называется «Вызов». Сюжет рассказывает нам о хирурге Жене, который предстоит месяц подготовки, а затем сложная операция в условиях невесомости. Уровень сложности точно хардкорный. Так что обязательно посмотрите, рекомендую. Фильм уже в кинотеатрах. А я продолжаю. Друзья, небольшое уточнение. Как я уже много раз говорил, ролики под Дзюнзиита на моем ютуб канале теперь будут видеть совмещение манги и аниме, чтобы избежать определенных проблем. Ролики чисто по манге Дзюнзиита можно найти на моем бусте. Ссылка в описании. Итак, рассказ «Город надгробий». История начинается с того, как девушка по имени Каору получает письмо от своей подруги Идзуми, которая была вынуждена переехать в прошлом году. В послании она говорила, что теперь живет в чудесном городе и надеется, что Каору навестит ее, как только подвернется такая возможность. Братик Каору, Цуёси, предложил подбросить сестренку. Он как раз только что получил водительские права и купил машину. Была и еще одна причина. Цуёси нравилась Идзуми, и он хотел ее увидеть. Молодые людишки отправились в дорогу. Настроение у Цуёси было отличное. Мало того, что он мог полихачить на машине по загородной дороге, где почти не было транспорта, так скоро он еще и проведет время с красивой девушкой, на которой у него, похоже, были определенные планы. Плюс Каору обмолвилась, что Идзуми сама была рада тому, что приедет ее братик. Что Идзуми обрадовалась, узнав, что ты тоже приедешь. Правда? Цуёси гнал, превышая разрешенную скорость, и вообще был довольно невнимательным за рулем. В какой-то момент он отвлекся и не заметил переходившую дорогу девушку. От удара несчастная отлетела на несколько метров. Цуёси и Каору погрузили сбитую в машину и погнали в больницу. Тело девушки было покрыто синяками и порезами, а лицо распухло из-за гематом. Через несколько минут Каору сказала, что не чувствует ее пульс. Цуёси остановил машину и уточнил, мертва ли, сбитая им девушка или нет. Казалось, что в голове парня созрел какой-то план. Уже умерла. Через два часа наши герои доехали до города, в котором жила Идзуми. Вдруг Путин преградил какой-то столб, торчащий прямо посреди дороги. Цуёси удивился и поначалу подумал, что это дорожный знак. Но Каору сказала, что эта конструкция больше напоминает надгробие. Цуёси объехал странный столб, ворча, что это было очень глупо размещать надгробие в таком месте. Но дальше ребят ждало более жуткое зрелище. Впереди вся дорога была усеяна надгробиями. Ни за чего проехать дальше было невозможно. Цуёси решил сдать задом, но забыл про первое надгробие и сшиб его. Столб плотно застрял под машиной. И пока парень его разглядывал, собрались местные жители. Они предложили помощь, поняв, что водитель был приезжим. Все, что нужно было, достать из багажника домкрат. Пока мужчины разглядывали повреждения, Цуёси быстро открыл багажник, вынул нужный инструмент и захлопнул крышку. Спешка была понятной. Внутри багажника лежало мертвое тело сбитой девушки. Брат с сестрой попытались разузнать, почему на дорогах было столько надгробий. Но жители толком ничего не ответили. Мол, сначала начали ставить надгробие тем, кто погибал в дорожных авариях. А потом уже просто всем подряд. Почему именно над дороги? Потому что... Тут появилась Идзуми, которая вышла встречать Кауру с братом. Они долго не появлялись, и девушка начала волноваться. Идзуми стала рассказывать друзьям о странностях ее города. Когда она только сюда приехала, все эти надгробия ее шокировали. Но потом она привыкла. Девушка даже показала Кауру и Цуёси соседнюю комнату, в которой также находилось надгробие. Оно принадлежало последнему владельцу этого дома. И где он нашел свой конец, там и поставили надгробие. Каждый дом в этом городе, каждая улица были усеяны надгробиями. И все считали это обычным делом. В комнату вошла мама Идзуми с напитками. И предложила дочери устроить гостям экскурсию и показать достопримечательности. Немного отдохнув, троица пошла гулять. Надгробия действительно были повсюду. Идзуми объяснила, что согласно странной древней традиции, когда человек заканчивал свой земной путь, его выносили на улицу. И там, где он умирал, ставили надгробие. Жители не хотели передвигать их, так как они чтили память предков. Да и в городе никого надгробие особо не волновали. Все уже давно к ним привыкли. Так было и спокон веков. Вот и вся причина. Затем Каору и Цуёси сами стали свидетелями этой традиции. Они проходили мимо больницы, из которой вынесли отъезжающего деда. Медперсонал отнес его на задний двор и положил рядом с десятком плотно стоящих друг с другом надгробий. Идзуми заметила, что это было немного жестоко. Но нельзя было позволять умирать людям внутри больницы. Ведь тогда в здании будет тяжело лечить обычных пациентов из-за большого количества надгробий. По дороге домой Идзуми заметила, что Каору все время была очень грустной. Цуёси ответил, что с ней все в порядке, просто она еще не пришла в себя после поездки. Вдруг на проезжей части ребята заметили сбитую кошку. Цуёси хотел подобрать ее и похоронить в лесу. Но Идзуми закричала, что этого нельзя делать. Она сказала, что если перенести мертвого человека или животное, то они не смогут упокоиться с миром. Нужно было просто оставить их на месте и сверху затем поставить надгробие. Цуёси сначала удивился, но потом решил, что в этом нет ничего необычного. Наверное, люди города были добры и ставили надгробие даже животным. Это объясняло и то, почему каменные столбы были разных размеров. Все зависело от габаритов умершего. Дома, когда друзья отдыхали, в их комнату заглянула мама Идзуми. Она спросила, не видела ли она свою младшую сестру Аюми. Уже было поздно, а девочка так и не вернулась с прогулки в горах. Ночью она также не объявилась, а потому было решено звонить в полицию. Каору и Цуёси вдруг осознали, что это они сбили Аюми. Каору не смогла ее узнать из-за опухшего лица. Ее тело все еще лежало в багажнике, и от него нужно было как-то избавиться. Следующий день прошел в поисках Аюми. Весь город принимал участие в поисковых работах, были привлечены пожарные полиция. Цуёси и Каору тоже вызвались помогать, чтобы не вызывать подозрений. Ничего, мы с вами волнуемся, но думаем, все обойдется. Никаких следов девушки обнаружить не удалось. Один из спасателей предположил, что Аюми могла упасть в колодец при храме. Несколько человек отправились проверить эту версию. Цуёси поинтересовался, насколько глубок был колодец. Местный житель ответил, что его глубина не поддается измерению. А давным-давно сюда сбрасывали тех, кто не мог упокоиться с миром. Цуёси спросил, что мужчина имеет в виду. На что им порекомендовали сходить к больнице, где вчера умер старик, и самим все увидеть. На месте Каору и Цуёси ждало жуткое открытие. Оказалось, что тела умерших сами за 2-3 дня превращаются в надгробие. Цуёси был шокирован. И даже хотел дотронуться до трансформирующегося старика. Но его вовремя остановил медперсонал, который объяснил, что это может привести к непоправимым последствиям. Получалось, что этот город обладал какими-то магическими силами. И превращал умерших в надгробие. Причем, если приглядеться, то в каждом каменном столбе можно было разглядеть черты человека или животного, из которого он был трансформирован. Он еще не превратился до конца! Каору было уже все равно. Она так переживала из-за того, что они сбили Аюми, что планировала рассказать все полиции. Цуёси ее грубо отчитал и сказал, что у него есть план, как выйти сухими из воды. Они отправились к своей машине и увидели возле нее Идзуми. Девушка разглядывала через стекло заднее сидение. Цуёси приблизился и стал отвлекать Идзуми, говоря, что поиски в горах пока ничего не дали. А колодец был вроде как пуст. Идзуми же ответила, что на дороге в горах были найдены следы шин, капли крови и немного машины краски. Девушка предложила друзьям отдохнуть дома, а сама ушла по делам. Тут Каору заметила, что заднее сидение машины было заляпано каплями крови. Девушка начала паниковать, но брат ее успокоил. Хотя если прибавить к этому мятый капот и разбитую фару, подозрений было не избежать. Надо было срочно избавляться от тела. Вечером Идзуми сидела в комнате вместе с Каору и Цуёси. Идзуми была в глубокой печали. Она сказала, что в этом городе нельзя трогать тела умерших людей. Если это сделать, то результат будет, как если помешать гусенице стать бабочкой. Такие люди обращаются наполовину в камень, начинают гнить и источать мерзкий запах. Их невозможно кремировать, а потому их сбрасывают в колодец у храма. В этот колодец сотни лет сбрасывали такие тела, но он так и не заполнился. Идзуми поинтересовалась, не видели ли ее друзья на пути сюда странные машины, которые могли бы сбить ее сестру. Каору хотела было во всем сознаться, но ее брат ее остановил. Цуёси сказал, что они ничего не видели и никак больше не могут помочь. Более того, они не могут больше доставлять неудобств семье Идзуми. И должны уехать прямо сейчас. Брат с сестрой отправились в дорогу. Цуёси точно знал, что нужно было делать и приехал к храму. Парень понял, что если сбросить тело в бездонный колодец, то его никогда не найдут. При этом Цуёси заметил, что машина стала очень тяжелой. Они трогали тело Аюми, а значит с ним могли произойти непоправимые изменения. Надо было готовиться ко всему. Вчера такого не было. Братик открыл багажник и увидел самый настоящий кошмар. Тело Аюми наполовину покрылось каменными наростами и источало жуткий запах. Так вот что значит, не смогли обрести покой. Теперь стало понятно, как выглядели те, кто не умирал обычной смертью. Брат с сестрой взяли мерзкое каменное тело и потащили к колодцу. Затем они сбросили его вниз. Звук удара одно так и не последовал. Цуёси был рад, что все закончилось. Но Каору сказала, что их кошмар не закончится никогда, а будет преследовать их до конца дней. Ребята отправились обратно к машине, а Цуёси пожаловался, что порезала каменной наросту ладонь. И теперь рука очень болела. Вдруг из колодца донесся шум, а потом показалась изуродованная Аюми. Затем она взмыла вверх на десятки метров. Нижняя часть тела девушки состояла из сотен или даже тысяч других обезображенных людей, которых многие годы скидывали в колодец. Цуёси сказал, что им надо убегать, а ставшая монстром Аюми принялась истошно орать. Утверждая, что этот Цуёси сбил её и не дал упокоиться с миром. Парень стал кричать на существо, требуя, чтобы оно заткнулось. Его прервала Каору, которая не понимала, что происходит. Цуёси оглянулся и понял, что всё это ему привиделось. Ты чего? Что с тобой? Брат с сестрой вернулись домой. Но возвращение не принесло покой. Наоборот, Каору каждый день пребывала в кошмаре. Она не переставая думала о том, как отвратительно они поступили с бедной Аюми. Каору знала, что рано или поздно и Цуёси и полиция начнут что-то подозревать и придут к ним за ответами. Затем она получила письмо от подруги. Из-за пропажи дочери отец Цуёси впал в депрессию и оказался прикован к постели. Рука Цуёси не заживала и жутко болела. Он много раз ходил в больницу, но там ему ничем не могли помочь. В итоге боль стала невыносимой и однажды Цуёси просто умер. На похороны приехал дядя семейства. Он попросил открыть окошко гроба, чтобы попрощаться с племянником. Но то, что все увидели, привело собравшихся в ужас. Лицо Цуёси было покрыто каменными наростами. Тут же камни стали дырявить гроб и прорастать наружу. Теперь Цуёси никогда не сможет обрести покой. После этого Каору решает сдаться полиции и все рассказать. А семья Идзуми самовыпиливается из-за горя. Кстати, в аниме концовка совсем другая. Там Цуёси остается жив, но превращается в обросшее камнями существо. Его жизнь становится ежедневными мучениями. Каору же сходит с ума. Ну а на сегодня это все. Ставьте лайки, если хотите еще Дзюнзиито или другой жуткой манги. Субтитры создавал DimaTorzok